К другим темам. К концу этого года все ветераны Великой Отечественной войны получат квартиры, заявил министр строительства ИЖКХ Михаил Мень. На сегодня более 270 тысяч ветеранов улучшили свои жилищные условия. В очереди еще 16 тысяч человек. Какова ситуация в нашем регионе, а также на какие льготы эти люди могут рассчитывать, рассказала директор Центра по предоставлению мер социальной поддержки населению Ольга Гранилаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Великой области проживают около 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них полторы тысячи участники Великой Отечественной войны. Есть также вдовы погибших участников войны, их 1700 человек. Немного более 100 жителей блокадного Ленинграда и столько же несовершеннолетних кузников фашистских концлагерей. Ольга Николаевна, какие меры социальной поддержки они получают? Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с законодательством в зависимости от льготной категории гражданина. Так, в соответствии с федеральным законодательством, федеральным законом о ветеранах, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда получают за счет средств федерального бюджета возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, набор социальных услуг, который включает в себя три составляющие. Это лекарственное обеспечение по рецептам врача, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям и проезд к месту лечения и обратно на железнодорожном транспорте. Набор социальных услуг можно получать в виде натурального выражения либо в виде денежной компенсации. Компенсация составляет 861 рубль, плачивается ежемесячно. Также через органы пенсионного фонда ветераны за счет средств федерального бюджета получают ежемесячную денежную выплату. Размер выплаты зависит от льготной категории. От 1544 рубля, это жители блокадного Ленинграда, получают до 3366 рублей. Эту выплату получают ежемесячно инвалиды Великой Отечественной войны, которые сохранили право получения набора социальных услуг в натуральном выражении. Натуральное выражение. Давайте поснимем для телезрителей, что это значит. В натуральном выражении это значит, что они получают лекарственные средства либо санаторно-курортное лечение непосредственно при обращении в поликлиники по месту жительства в виде лекарств по рецептам врача. То есть либо они могут получать лекарства по рецептам и санаторно-курортные услуги по медицинским показаниям, либо они могут получать в виде компенсации денежной эти услуги. Вот речь идет о пожилых людях. Если они не могут сами обратиться, могут ли как-то дети, внуки за них действовать? Меры социальной поддержки назначаются ветеранам Великой Отечественной войны при постановке на учет. Назначаются они, можно сказать, автоматически, потому что при постановке на учет назначаются все установленные действующими законодательствами. Я вот перечислила меры социальной поддержки федерального уровня. На уровне региона также установлены дополнительные меры социальной поддержки, которые предоставляются ветеранам за счет средств областного бюджета. Это и возмещение расходов также по оплате жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем участники Великой Отечественной войны полностью освобождены от оплаты расходов по коммунальным услугам в пределах нормативов. И все ветераны пользуются проездом. Меры социальной поддержки в виде проезда. Проезд включает в себя городской транспорт, пригородный, внутрирайонного и внутриобластного сообщения. Также хотелось бы сказать, что труженики тыла относятся к льготной категории ветеранов регионального уровня. И меры социальной поддержки им предоставляются за счет средств областного бюджета. Это тоже возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50%, меры социальной поддержки по проезду и по оплате услуг внутриквартирного проводного телефона. Ольга Николаевна, есть у нас в области ветераны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий? Надо сказать, в первую очередь, что право на улучшение жилищных условий имеют в соответствии с законодательством участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, которые состоят на учете в органах местного самоуправления и нуждаются в улучшении жилищных условий. Средства на эти цели предоставляются из федерального бюджета. За период с 2010 года по 2013 год в Тюменской области получили социальную выплату на приобретение жилья и отпраздновали новоселье более 2000 ветеранов. И в настоящее время на учете состоит 133 ветерана. В основном это вдовы погибших участников войны и те участники войны, которые переехали на постоянное место жительства в Тюменскую область и из других регионов, других субъектов Российской Федерации. А вот к 9 мая какие были дополнительные меры соцподдержки для наших ветеранов? Традиционно в годовщине победы Великой Отечественной войны в Тюменской области за счет средств областного бюджета всем ветеранам предоставилась единовременная денежная выплата. Участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших участников войны, жители блокадного Ленинграда получили выплату в размере 3000 рублей. А труженики тыла и дети погибших военнослужащих в годы войны получили 2000 рублей. Также дополнительно более 400 ветеранов были направлены на оздоровление в социально-оздоровительный центр «Красная Гвоздика» за счет средств областного бюджета и получили услуги оздоровления бесплатно по специализированному заезду. И в этом году в Тюменской области введены дополнительные мероприятия по программе «Активное долголетие» на базе областного геронтологического центра. Для них организованы услуги оздоровления, также и культурно-массовые мероприятия. Ольга Николаевна, если возникает у ветерана какая-то необходимость материальной поддержки, они могут к вам обратиться? Да, конечно. Если ветеран оказался в трудной жизненной ситуации, ему предоставляется социальная поддержка в виде материальной помощи, например, на ремонт жилья в том числе. Но я хочу сказать, что ежегодно учреждения социального обслуживания в Тюменской области проводят рейд ветеранов. Он стал у нас уже традиционным. И в ходе этого рейда выявляются проблемные, если какие-то вопросы, то они своевременно решаются. Где можно уточнить всю информацию? Информацию можно получить в областном центре по предоставлению мер социальной поддержки по телефону 41578, либо на портале органов государственной власти Тюменской области admin.human.ru. Спасибо большое за эту встречу, за разъяснение. Хорошего вам дня. Спасибо. Продолжение следует...